Всем привет! Меня зовут Богдан и добро пожаловать на канал Acura Addicted, призванный помочь вам ориентироваться в автомобильном ремонте, обслуживании и обзорах. Сегодня я покажу, как легко и быстро заменить старый брелок без ключевого доступа на новый и перепрограммировать его. Проблема в том, что мой старый брелок истерся до такой степени, что перестали быть видны пиктограммы на кнопках. Поэтому я решил исправить это и купил китайский корпус. Когда он пришел по почте, стало ясно, что подогнать под него электронный блок из старого ключа будет непросто. Также в китайском пластиковом корпусе не было выреза под кнопку паники. Поэтому мне пришлось импровизировать и сделать множество необратимых изменений в электронной начинке, чтобы вместить ее в новый китайский корпус. Как видите, из-за плохого качества исполнения кнопки нажимаются так туго, что этого терпеть я долго не мог. Поэтому купил оригинальный новый ключ в сборе. Кстати, из китайского корпуса буквально накануне съемки вывалилась кнопка разблокировки. Конечно, я не буду менять сам ключ, так как новую болванку для этого придется нарезать, а я не хочу дополнительно тратиться. Поэтому я просто переставлю старый ключ в новый корпус с электронным модулем и перепрограммирую его. Имейте в виду, что при этой процедуре вам одновременно придется заново перепрограммировать любые другие ключи, которыми вы уже пользуетесь. Независимо от того, были ли они запрограммированы ранее. Поэтому перед началом процедуры убедитесь, что все ключи находятся у вас в наличии в салоне автомобиля. Начнем с перестановки старого ключа в новый корпус. Открутим болт, который держит крышку. Теперь подденем ее пластиковым инструментом. Аккуратно поверните крышку и снимите ее. Следующий шаг выполнять не обязательно, но он вам пригодится, если вам нужно будет заменить батарейку в передатчике. Теперь найдите точку на стыке, которую удобно поддеть острым инструментом и откройте передатчик. А вот и батарея с передатчиком. Таким способом вы сможете заменить батарейку. Кстати, это батарейка CR1616. Переходим к следующему шагу – снятию старого ключа. Вторая часть крышки легко снимается, открывая два болта, которые крепят металлическую часть. Открутим один. Затем второй. Теперь можно снять металлическую пластину и пружину. Продолжение следует... Все, кроме самого ключа, можно выбросить. Я оставил батарейку, потому что не был уверен, есть ли она в новом корпусе. Оказалось, что есть. Теперь повторим шаги с первого по третий для нового брелка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok аккуратно снимайте металлическую пластину чтобы не потерять пружину как только разберете брелок установите старый ключ на место нового утолщенная часть пластикового основания ключа должна быть слева ключ должен прочно встать на свое место теперь установим пружину с одной стороны на ней есть некое подобие крючка эта часть вставляется в основании ключа слева а прямая сторона пружина вставляется в металлическую пластину аккуратно установим обратно пластину в положении 90 градусов против часовой стрелки вставив прямую часть пружину вот в это отверстие и поворачиваем пластину на 90 градусов по часовой стрелке до тех пор пока она не встанет в пазы и пока не совпадут отверстия для болтов. Проверим, открывается ли ключ. Вроде работает. Теперь придерживайте пластину на месте одной рукой, а другой закручивайте и затягивайте болты. Далее вновь соберем брелок. Установим вторую часть крышки в пазы и защелкнем ее на место, убедившись, что она плотно прилегает к нижнему корпусу. Теперь очередь первой половины крышки. Соберите все в обратном порядке. Вставьте плотно на место и затяните болт. Не этот. Вот теперь готово. Переходим к финальной стадии. Программирование брелков. Для чистоты эксперимента я отсоединил оба брелка. Как видите, кнопки работают, но ничего не происходит. Вам нужно будет запрограммировать все ваши брелки одновременно, максимум до трех. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните на вторую позицию. Нажмите один раз на кнопку разблокировки центрального замка. Поверните ключ в нулевую позицию. Поверните ключ в нулевую позицию. Верните ключ во вторую позицию и нажмите кнопку разблокировки. Подтвердите программирование этого брелка, нажав еще один раз на кнопку разблокировки. Виньте ключ. Теперь в течение 10 секунд нажмите на кнопку разблокировки на всех дополнительных брелках, чтобы добавить их в банк памяти. После этого проверим все кнопки на всех ключах, чтобы убедиться, что программирование завершено верно. Как видите, на моих все работает, включая привод к двери багажника. В описании я оставлю все серийные номера для разных вариантов брелков, включая и отдельно передатчик, если вам нужно заменить только его. Можно сэкономить. Ну и раз уж мы остановились на теме брелков, вот пару комбинаций с брелками, которые могут быть вам полезны, на случай, если вы о них не знали. Первое. Обычная машина комплектуется двумя брелками. Водитель 1 и водитель 2, которые связаны с ячейкой памяти 1 или 2. Память отвечает за позицию боковых зеркал, водительского сидения, положение руля, а также установки аудиосистемы и климата. Очень удобно, если автомобиль водят два разных водителя. Если вы по какой-то причине хотите отключить эту функцию, зажмите кнопку блокировки и разблокировки на интересующем вас брелке одновременно. Мигнувший светодиод подтвердит завершение отмены. Та же самая операция вернет эту функцию, если она была ранее отключена. Второе. Вы можете удаленно открыть все окна и люк в машине. Просто нажмите кнопку разблокировки двери один раз, и затем зажмите ее до тех пор, пока окна и люк не начнут открываться. К сожалению, скорее всего, по соображениям безопасности, закрыть окна и люк подобным способом не получится, если, конечно, не модифицировать автомобиль. Однако это можно сделать, вставив ключ в замок двери. Вставьте ключ в замок водительской двери, поверните против стрелки и отпустите. Автомобиль будет закрыт. Теперь опять поверните ключ против часовой стрелки и держите, пока окна и люк не начнут закрываться. Кстати, таким же способом можно и открыть все окна и люк. Только поворачивайте ключ в замке по часовой стрелке. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарии внизу, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы смотреть больше таких роликов. Как всегда, будьте осторожны за рулем, пользуйтесь поворотниками и помните, нет ничего невозможного, если есть желание и правильные инструменты. До скорого! Пользуйтесь поворотниками и помните... Это не то. Брелок без ключевого доступа на новый и призванный помочь вам ориентироваться во всем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова